Дорогие друзья, доброе утро! Спасибо большое, что вы нашли время прийти сегодня в нашу студию. Антонина сегодня будет вести эфир, моя соведущая, рада, что у вас есть такое желание, есть такая возможность сегодня быть рулевым эфира. Я всегда очень радуюсь, когда у меня такие замечательные помощники. Но сегодня буду вашей помощницей я. И тема эфира 31 июня, это день, всемирный день отказа от табака, день здоровья. И, в общем, нашу тематику можно обозначить как в здоровом теле здоровый дух. И профилактика здорового образа жизни, наверняка, которую нужно начинать с детства, чем, наверное, вы в вашем центре и активно занимаетесь. Слушателям и зрителям я напомню, телефоны прямого эфира 32 00 66, 32 11 66. По ним вы можете присоединиться к нашему разговору. Кто-то, может быть, расскажет о своем опыте, о своей позиции. Я придерживаюсь здорового образа жизни, очень рада и очень горжусь этому. Не употребляю алкоголь и не употребляю табак. Я каждый день рада, что когда-то я приняла такое решение вообще отказаться от таких зависимостей и привычек. Другие зависимости еще со мной, но сегодня речь не об этом. Сейчас передаю слово Антонине и слушателям. Если будут звонить, я буду тогда отслеживать звонки. Хорошо. Спасибо, Светлана, за возможность участия в эфире. И впервые Всемирный день отказа от табака, без табака, он прошел в 1988 году. И этот день отмечается для того, чтобы привлечь внимание общественности, жителей, вообще в целом людей, к тем негативным последствиям, которые происходят с людьми, связанные с употреблением табака. Поэтому вопрос, зачем нужен этот день, зачем его отмечать. Но, конечно, вряд ли можно искоренить такую пагубную привычку, как табакокурение одними указами и так далее. Скажем, отказываемся и все. Но самое главное, что этот день дает. В этот день проводится в основном просветительская работа, проводятся круглые столы. Сегодня, как у нас, например, мы проводим прямой эфир на НВК Саха. И с тем, чтобы как можно больше людей оповестить, рассказать об этом дне. И, возможно, кто-то в этот день примет решение и попробует хотя бы один день, ну, те, кто курит, быть без табака. Ну, и вот сейчас, прямо сейчас проводится республиканский круглый стол по теме профилактика поведенческих факторов риска у детей и подростков с участием экспертов в сфере здравоохранения, образования, представителей общественности, педагогов и родителей. Ну, а в детском подростковом центре у нас есть программа, проект, который называется «Лига здоровья». Она у нас существует уже давно, с 2010 года. И «Лига здоровья» направлена на позитивную профилактику. Вот мы до эфира говорили о том, что есть сейчас понятие позитивной профилактики. То есть эта профилактика направлена не просто на запрет. Вот как раньше нам говорили, там, капля никотина убивает лошадь, курить нельзя, там, чего-то нельзя, страшилки. Ну, наверное, это тоже надо рассказывать. Но сейчас всё-таки больше внимания на профилактику такую вовлечения детей в занятия дополнительных, в кружках, секциях. То есть вовлечение детей и подростков в интересные творческие занятия. Вот. И у нас одним из направлений, вот я сейчас попрошу включить видео «Лига здоровья». И «Лига здоровья». Вот здесь я сделала небольшую подборку и сделала видео из тех мероприятий, которые проводились у нас в детском подростковом центре в течение, ну, вот считайте, с 2010 года. Некоторые мероприятия, некоторые проекты реализуются уже на протяжении всего этого времени и стали традиционными. Такой вариант хороший, то, что вы альтернативу предложили, да, вместо того, чтобы идти вот туда, в ту сторону, вот давайте, может быть, вот это вам будет интересно, интереснее. И вот очень много мероприятий, которые направлены на то, чтобы детей вовлечь в ЗОЖ, в здоровье и сбережение. Вот один из традиционных мероприятий «Здоровый человек, здоровое будущее». И даже во время пандемии педагоги детско-подросткового центра проводили традиционные мероприятия, направленные на здоровье и сбережение, на ЗОЖ. Вот конкурсы рисунков. В этом году очень прошел яркий, интересный конкурс дистанционный и видеороликов, и наши семьи, семейный был конкурс. Ну, и сейчас я хочу передать слово Гаджиу Леорбековичу. Есть такое очень интересное направление техническое в нашем детском-подростковом центре. И, пожалуйста, о нашем авиамодельном клубе «Лайнер». Здравствуйте. Здравствуйте. Это детский-подростковый центр, руководителем которого является Петрова Наталья Николаевна. Наш авиамодельный клуб «Лайнер» находится в порту. Но мы, как говорится, привлекаем детей для того, чтобы в первую очередь, конечно, отличить их от улицы, чтобы они были после школы заняты чем-то своим творчеством. Это для того, чтобы в дальнейшем они могли приобрести свои направления, специальности даже, так скажем. Это мы, конечно, помогаем. И, соответственно, уберегаем детей от этой привычки, которую, как говорится, они обычно на улице приобретают. Вообще, я скажу, что первые сигареты дети пробуют в подростковом возрасте. Да. И вот как сегодня у нас, как говорится, день борьбы к курению. Ну, борьбой, конечно, мы с ней не будем заниматься. Мы просто будем говорить, что нужно все-таки помочь детям, чтобы они в эту, ну, не нужную дорогу, как говорится, не пошли. Во-первых, почему? Потому что друзья там и еще, как говорится, неокрепший организм, который проходит, начинает пробовать, как говорится, ну, как бы пробовать, ну, первые шаги делают в этой области курения, то это, может, привычка такая, как говорится, которая очень трудно детям бросить ее, во-первых. Ну, и лайнер наш, конечно, соответственно, дает возможность детям своими руками сделать первый модель, который они, соответственно, как говорится, ну, мечтают многие дети. Я даже сказал, даже взрослые, чтобы сделать своими руками что-то, но у них не выходило. Но наш лайнер-клуб открыт для них, для всех. И первые модели, которые они делают, они их запускают. И это называется, как говорится, проектами ихними, изыскательными проектами. Как говорится, они пробуют потом выступать на соревнованиях этими моделями. Ну, соответственно, конечно, они радуют, в первую очередь, родителей этими своими успешными моделями, которые они сделают своими руками. Но я приглашаю всех, кто, как говорится, желает туда прийти, как говорится, и детей пускай приводит, ну, чтобы они своими, как говорится, детьми радовались, родители, которые будут, как говорится, делать эти модели в нашем клубе, да. В детском подростковом центре летом будет увлекательная, познавательная, досуговая онлайн-площадка «Лето-проф». И, конечно, мы приглашаем всех родителей сообщить детям, записать в приложении их, в приложении «Навигатор», найти детский подростковый центр, и записать своих детей, а детей кто-то может сам запишется. Да. И на очень интересные, увлекательные... Вас найти можно видеть в Инстаграм, да? Да. Набираешь просто детский подростковый центр, да? Действительно, так оно есть. По-русски, да, и там выходят. Да, есть еще сайт. А уже от вашего центра можно найти вот этот вот клуб авиаторов. Да. Вы здорово придумали, потому что вот вы правильно сказали, что в подростковом возрасте, да, некоторые чуть раньше дети, к сожалению, пробуют вот такие вот вещи, как табак, алкоголь, да. А почему это происходит? Наверное, с этим ты как-то вливаешься вот в какую-то компанию или кажешься взрослее, то есть в этот момент тебя видят, потому что, в принципе, самое главное, куда, зачем идут дети, да, это за вниманием. А тут вот вы, которые вот, да, я тебя увижу, если ты вот, у тебя получится самолет смастерить, да, и потом еще тебя все увидят после того, как ты его запустишь в небо. То есть вот такая альтернатива такого позитивного внимания. И, ну, очень хочется верить, что выберут вот это, потому что то, что наоборот, как-то, да, ни один родитель наверняка не хочет, чтобы его ребенок пробовал ни табак, ни алкоголь. Хотя, конечно, сами родители могут такой негативный пример, к сожалению, показывать. Но, опять же, детство не перепишешь, у каждого оно свое, да? Оно свое, действительно. Я скажу про личный опыт, да, и кто-то отказывается от курения по состоянию здоровья. Вот я знаю, что, Годжелия Альбикович, вот к вам вопрос. Вы когда-то тоже в какое-то, ну, в свое время отказались. Вот по какой причине, почему? Причина отказа моего курения, ну, так, если быстро сказать, как говорится, потому что можно очень много рассказать, почему это. Честно скажу, действительно, это первое, это армейский опыт, который, как говорится, соответственно, хотя до армии я занимался спортом, и никак, как говорится, был очень, как говорится, от этого далек. И никак даже не думал об этом. Ну, в армии у нас была курилка, где обычно собирались молодежь, как говорится, первопрызывники. И там, и курили все. И вот это был, как говорится, опыт такой. Ну, в дальнейшем, конечно, я честно скажу, хотел бы вот коротко сказать. Бросил, и очень даже, я скажу так, что мой организм не сказал спасибо в первую очередь. И, соответственно, общение с людьми стало намного, как говорится, такое, ну, не этим вот этим, как говорится, дыханием, как говорится, табака. Да, чувствуешь себя по-человечески. Конечно. Да, никакого тумана в голове, да, и... И гордишься собой. Да, и трезво воспринимаешь жизнь, да. Ну, конечно, хорошо, чтобы нас услышали дети и подростки, и как-то... Ну, и взрослые. Да, сделали выводы. Да, у нас через две минуты вернемся, сейчас реклама. Не теряйте нас. Дорогие друзья, мы снова в прямом эфире. Вашему вниманию программа «Якутск. Сегодня». Наша тема в здоровом теле – здоровый дух. Сегодня Всемирный день отказа от курения. Прямо мы так актуально выходим. Моя сведущая Антонина Титова проводит сегодняшние эфиры. Ее следующий гость – Александр Ларионов, директор клуба, волейбольного клуба «Олимп» организации «Сахава», да? И Антонине я передаю слово. Здравствуйте, Александр. Спасибо, что вы сегодня в нашей студии. И буду дальше слушать о том, как сохранить свое здоровье и дружить со спортом. Дружить со спортом и отказаться хотя бы на один день от табака. Это было бы очень здорово, потому что ведь есть еще и пассивные курильщики, да, которые страдают от тех, кто активно курит. Поэтому, конечно, было бы замечательно, если сегодня нам бы, кто не курит, такой подарок сделали те, кто курит, хотя бы на один день. Ну, я хочу представить Сашу. Александр, он очень активный член общественной организации, любители волейбола «Сахава». И, ну, про «Сахаву», я думаю, что многие слышали об этой общественной организации. С вашей легкой руки, да, наши слушатели и зрители немножко знают. И в этом году Сахава отмечает свой юбилей, 30 лет. И я передаю слово Александру, чтобы он рассказал Сахава. И самое главное, о Сахава, о достижениях Сахавы, одним из которых является Сахава Бог. Еще раз, здравствуйте, уважаемые слушатели. Ну, организация Сахава, да, как подметила Антонина, отмечает в этом году 30-летие. В 91-м году одним идейным вдохновителем был создателем Сахава Петра Дмитриевича Гуляева. И его спидвижники создали это движение, которое до сих пор развивается. В 90-е годы очень активно развивалось. Нулевые годы. Я, как волейболист, подключился к этому движению в 2007 году, создав команды Звербанка, когда я еще работал в банке. И мы активно участвовали и поддерживали это движение. На самом деле, движение очень популярное среди молодого населения, среднего возраста и старшего поколения. То есть оно объединяет поколение всех возрастов, что это очень хорошо. Также Сахава очень популярны и соревновательные движения, когда они проводят свою региональную лигу РВЛ. И суперфиналы стали очень массовыми такими и зрелищными мероприятиями. Но одно из самых, наверное, зрелищных – это фестиваль Сахавы, да? Да, это фестиваль, который проводится раз в пять лет. Ну, ежегодно проводился в последнее время с разными, как бы, финансовыми вопросами, наверное. О, с пандемией. И географией, да. Но юбилейные фестивали, да, вот, как я сам участник, участвовал в 20-летии, 20-летий. Ну и в этом году, надеюсь, будем участвовать, поддерживать это движение. – Ну, я хочу напомнить, мы уже на эту тему говорили, да, Светлана у нас была… – Я Светлану помню, но фамилию тоже забыла такая… – Муратова. – Муратова, да, Свет, прости. – Активная девушка. – Да, и дело в том, что за 30 лет очень большие победы, очень большие достижения у общественной организации в том, что, во-первых, именно в Сахаве была создана такая игра, как Сахавабол. И создателем этой игры, системы игры является Терютин Герман Степанович, которого я знаю с детства. – Ваш брат. – С рождения, да. – Вот. – Мы сейчас продолжим, давайте про Сахаву. У нас есть вопросы от слушателя или от зрителя. Алло, доброе утро. – Доброе утро. – Представьтесь, пожалуйста, здравствуйте. – Это Хив Шепьяков звонит. – Ой, здравствуйте. – А Антонина и Александр. – Да, здравствуйте, Алексей Васильевич. – Вас поздравляю с выходом. – Так, ну, про Сахавы, конечно, расскажете. Я мог бы тоже рассказать. – Конечно. – Расскажите, присоединитесь. – Я хочу сказать, вот у вас первая половина была. Насчет курения, да? – Да. – Ага. Я сейчас, как его, работаю дворником. Ну, в двух местах там совмещаю. Так, я вот хочу, вот вы говорите для детей, да, для подростков. Надо, чтобы это, как его, там занять их, это, как его, надо бороться. Вот я сейчас вот замещаю, да, вот у нас есть места специально для курильщиков, да, места. – Угу. – Ага. – Я вот убираю, да, и смотрю. Где-то 70%, да, курильщиков – это женщины. И в основном в последнее время, да, молодые девушки, студенты. И вот на остановках я тоже смотрю, да, большая половина – женщины. И это же у нас, как его, матери и будущие матери. Вот будущее матери и матери показывают детям, подросткам своим пример. После этого, как нам бороться-то против курения? Вот поэтому надо вот, когда, вот среди женщин, да, среди девушек, надо вести вот работу против курения. Во-первых, надо вот это, надо начинать. Только тогда будет у нас, ну, дети будут на примере своих, во-первых, матерей будут учиться. И не будут курить и всякую там дрянь употреблять. – Да, я согласна абсолютно. – Спасибо вам большое. А вот вы говорите, вы дворником работаете. Я представляю там, наверное, сколько приходится выметать. Ой, уже ушел наш слушатель. Очень хорошее вот такое дополнение, да, актуальное. Я тоже не раз, я, правда, так не отмечала статистику, у кого больше мужчин или женщин. Но я видела, что и беременные женщины могут стоять, курить, да. И вот я, честно говоря, вот, конечно, не хочется как-то осуждать, да, но как-то вот не хочется смотреть, когда женщина курит. У меня какой-то вот внутренний протест, например, как-то еще мужчине как-то, ну, тоже не хочется. Ну, ладно, потому что действительно будущая мама, да, и... Не хотелось бы, чтобы так было. Лучше заниматься волейболом. – Да, Саша, а вот расскажи, пожалуйста, о Сахаваболе. Ну, Сахавабол... Вообще для чего эта игра? Почему она была осуждена? Сахавабол как бы, ну, базируется, конечно, на классическом волейболе. Там в основном изменения от классики – это, ну, стандарт площадки, да, то есть она ромбообразная, длина уменьшена на 1 метр, она 8 метров, в ширине она чуть может быть и 10, то есть играет 4 человека в одной смене. То есть Сахавабол предназначен для, я бы так сказал, и популяризирует, да, сплочение людей, то есть в одной команде играет 10 человек, но на площадке находятся 4, то есть могут играть мужчины и женщины. То есть 4 мужчины отыграли, 4 розыгрыша до 4 очков смену, заходят женщины. Также разновидность может многообразной быть. – Родители, дети. – Да, семейные, там все родственники одной командой собрались, играют против других родственников. Также могут школьники играть и тренера, это что мало возможно, то есть поколения разные, да, все обучение идет. И она очень сейчас популярна очень в сельских лусах, на слегах, где мало вот, невозможно собрать полноценную классическую команду, да, а приходят 5 школьников и 5 взрослых мужчин, да, например. – И играют в одной команде. – И в одной команде, да. Также я знаю, что в Вилюйске в 2019 году даже включили «Сахалбол» в производстве «Спартакеада». И они успешно ее провели. Также она популярна и в Заречных улусах, в Горном улусе. То есть ей только развиваться, и я вот как волейболист, как руководитель клуба, да, мы поддерживаем это движение и эту игру. – Я немножко подзависла на теме курения. Вот у нас же бывает такое абсурдное, да, вот там, например, врачи выходят и перекур. Учителя отвели там лекцию, уроки прочитали, выходит и перекур. Есть ли такое вот у волейболистов? Поиграли, пошли, перекурили. То есть совмещать вот спорт и курение. – Это не исключение, это в каждом виде спорта. – К сожалению, да? – К сожалению, да. Во всех игровых, даже единоборцах. Ну, это все от человека индивидуально. – Потому что, наверное, все-таки все равно какие-то психологические, да, психосоматические. – Поколение, сейчас вот я вот смотрю, школьники, ну, школа не дорабатывает. У нас, вот я воспитанник СССР, да, как бы, я в 91-м году закончил школу, у нас очень было строго. Ну, вот я как бы тоже с поселкового, с поселковой школы среднеобразовательной, у нас учителя держали нас. Хотя пытались, ну, наказывали, вот эти родители привлекали, там собрания были, еще действовал, там, пионерия, комсомол действовал, да. Ну, и как бы другое поколение. Сейчас гаджеты, компьютеры, у детей маленько. Поэтому нужно развивать вот этот ЗОЖ. – И вот, кстати, в этом смысле Сахавабов может быть очень хорошей. – Очень полезен, да. Потому что, я говорю, поколения вместе могут играть в одной команде. – И дети, и взрослые могут вместе играть. А также, вот я просто добавлю Сашину рассказ, Сахавабов могут играть люди с инвалидностью и без в одной команде. Мы даже проводили соревнования, вот там есть фотографии, а если нам редакторы сейчас найдут, мы провели соревнование Сахавабов сидя. Да, то есть, вот, да, люди с инвалидностью и без. Вот здесь на фотографии видно, да, Саш, посмотри. Там вот женщины и вот мужская часть команды. И по очереди, как только четыре очка получили, отыграли, происходит смена. Мужчина выходит, женщина заходит. – Знаю, что сегодня будут у нас в студии спортсмены. Меня спросили, как попасть в Сахаву. Если это ребёнок, если это подросток, как к вам прийти? И можно ли, из какого возраста можно начинать играть в вашей команде? – Вот это вопрос к Саше, как к руководителю. – Ну, волейбол, как бы, рекомендуют начинать, наверное, с класса четвёртого, да. Но это у нас в России, как бы, вот это вот, 10-9 лет начинают в Европе, и начинают с 6-7. И когда, ну, я как бы отвлекаюсь от темы более профессиональные, когда в нашей сборной играет чемпионат Европы против тех же европейцев, да, там, они отличаются. То есть мы берём физикой, ростом, а там техникой и тактикой. То есть сейчас тенденция, вот я вот учился там в Казани, там в Москве, идёт к более раннему возрасту. То есть не обязательно там прыгать, но чувство мяча уже привлечает к более раннему возрасту, с начальной класса. Спасибо, Александр. У нас сейчас реклама, и третий блог ждём через 2 минуты снова в эфире наших слушателей и зрителей. Дорогие друзья, мы снова в прямом эфире в нашей студии. По-прежнему Антонина Дитова, моя соведущая, и наш третий гость Артём Ветров, пожарный МЧС Тулагинского наслега, Геракл. Правильно? Ну, на самом деле, много чего, правильно? А, много чего. А я подумала, как хорошо и даже фактурно, вот прямо как Геракл. Нет, на самом деле, его так и зовут Тулагинский Геракл. И имя это своё он получил после участия на эсэхе Тулагина Кальдямского наслега. Но я думаю, что Артём об этой части, у меня прям вопрос заготовлен, об этом потом он расскажет. А по профессии, он работает, да, старшим пожарным. А, ну всё, значит, я всё правильно сказала. Артём, доброе утро. Спасибо, что вы пришли сегодня в нашу студию. Рады вас видеть. И поскольку Антонина ведёт сегодняшний эфир, я передам ей слово. А слушатели и зрители могут к нам присоединяться по телефону 32 00 66 и 32 11 66. Общая тема у нас звучит «Здоровом теле, здоровый дух». Да, и сегодня, напоминаем, всемирный день отказа от табака. Поэтому и тема наша «Здоровый теле, здоровый дух». Вот Артёма я знаю давно, но просто очень давно, когда он ещё не был таким большим. И я, конечно, думаю, что все жители Тулагина-Кильдямского наслега очень гордятся своим земляком, очень его любят. И вопрос, Артём, к тебе, чтобы ты ответил всем слушателям, зрителям. Ну, вот с чего начался твой спорт? Курил ли ты когда-нибудь? Если курил, бросил ли? Если не курил, то почему? Ну, в общем, такая тема. Да, я курил. Курил после школы, начал курить. До армии курил. В армии курил. Ну, и в армии, уже ближе к дому, начал бегать. Начал немножко, ну, как бы сам уже начал рваться к спорту. Ну, и почувствовал, что он мне прям мешает. Не могу открыть потенциал своих лёгких. Ну, почувствовал, что мешает прям. Занятия. Воздух в спорте, он всё равно же, как бы, очень важную роль играет. Да, и в жизни тоже нам как кислород нужен, как без дыхания. Тем более сейчас какое-то время. Ну, начал, как бы, задаваться вопросом, вообще, зачем это всё. Если я выбрал такой путь, то, наверное, нужно что-то придумывать, избегать. Ну, и... А как вы тогда бросили? Достаточно долго курили по времени? Прям втянулись уже. Было сложно, да. Ну, за счёт того, наверное, что вот с армии домой поехал, хотел, а дома хотел всех как-то удивить, что вот другой человек приехал, не курит там. Ну, и всё, вот как-то с армии пришёл, пошёл в спортзал, и уже не до сигарет было. Ну, и смотрел всё равно в спортзале ребята, которые курят там, как им тяжело было. А когда на них смотришь, как им тяжело, мне становится легче как-то. Ну, и... Не было такого уже, чтобы покурить бы там или что-то подобное. А так, если проанализировать, вот в то время, когда вы курили, и потом, когда перестали курить, верно ли говорят, что словно туман из головы вот рассеивается, проясняется сознание, и как-то восприятие мира, восприятие информации, которая вокруг по-другому? Ну, не знаю, я бы вот честно сказать, такого не сказал, но... Просто физически? Конкретно физически, да, мне стало намного проще преодолевать свои там какие-то моменты спортивные. Ну, ты сейчас же продолжаешь заниматься, я знаю, что Артём готовится к таким большим нашим соревнованиям знаковым в нашей республике, к играм Мончары готовишься же, да? Можешь рассказать, как вообще вот в пандемию, как вообще это всё происходит, где тренируешься? Ну, у меня есть свой родной спортзал, в котором я уже на протяжении нескольких лет тренируюсь, подготавливаюсь к каким-то тем или иным соревнованиям. Это качок-жим. Ну, силовые все, как бы, показатели я тренирую в нём, а конкретно вот по масс-рейсингу готовлюсь на Мончары, я уже хожу. Вот, кстати, показывают фотографию с тобой, с эхо, после которого Артёма стали звать Тологинским Гераклом, да? Ну, да. Вот там оно вообще очень много. Какие там виды ты выиграл? Ну, все виды, которые были, я все выиграл, да. Переноска камня, бег, прыжки, якутские национальные вещи, тюгалюсь. Слушай, а вот ходит легенда, что ты говоришь по-якутски. Ты говоришь на якутском языке? Говорю, но в отдельном кругу, так скажем. Среди своих. Ну, значит, понимаете, да? Ну, понимаю, да. Ну, здорово. А ещё я знаю, что Артём, он чемпион мира. Вот по какому виду? Чемпионат мира я выиграл в городе Долгопрудном, в Подмосковье, по армлифтингу. Ну, там сила хвата, сила пальцев. Очень большую роль играет она. И по народному жему лежа тоже в этом же году серебряным призёром мира стал. Артём, вот я смотрю, молодой, красивый, да, очень позитивный и такой открытый человек. Так вот, ты вот что бы хотел, например, сейчас бы, вот тебя слушает много людей, что бы ты хотел сказать молодым, ну, вот своим сверстникам, тем, кто курит? Ну, сигареты, они до хорошего точно не доведут. Ну, просто вот, чем раньше человек поймёт, что нужно с этим завязывать, тем, конечно, лучше. Не нужно затягивать, там, ждать понедельника или первого января. Просто как-то, не знаю, всё равно к этому кто-то придёт, когда, не знаю, что-то получаться перестанет в том же спорте. — Возможно, это было одно, возможно, было бы это одним из пожеланий вам себе, тому, который когда-то начал курить, да, вот Корчевников Борис, да, в своей передаче задаёт вопрос, а что бы вы тому себе сказали, да? Возможно, это было одно из таких пожеланий, что не начинай тому Артёму, который когда-то курил. — Может, не знаю, просто когда-нибудь человек влюбится, да, в кого-нибудь, там, а девушка курить не будет. Это, опять же, очень сильные проблемы, там, и в доме, и в быту. — Это правда, вот когда, если в паре, да, один человек не курит, другой курит. — Да, очень сильные запахи грамм. — У нас есть телефон. Алло, здравствуйте. Доброе утро. Спасибо за ожидание. Представьтесь, пожалуйста. — Это Солёковская, Турбовская Наталья Апанасьевна. — Да, Наталья Апанасьевна. — Я вот вашу беседу слушаю, и очень хочу сказать, сейчас в последнее время, да, раньше, наверное, советской власти, сказать, нужно, все курили, старики и дети, большинство встречались в магазинах, блоками брали сигарету, да? А сейчас вот я сколько замечаю, у нас, наоборот, куряшек меньше стало. Вообще на улице даже куряшек не увидишь. Вот у нас, например, Алёковский, да, вот в магазинах хожу, люди раньше блоками сигареты брали, а сейчас никто сигареты блоками не берет. И вот на улице куряшек я не вижу. И стало как-то люди соблюдать здоровый образ жизни. Я поэтому вот вашу передачу хочу, чтобы побольше, вот такие пропилактические передачи перед школой. Школьники ваши, вот сколько я хожу, у школьников, например, да, я куряшек не вижу. Мне сейчас 73 года, да, 73 года. Например, в наше время, раньше куряшек очень много было. На улице выйдешь, все курят, и женщины, и старики, и бывают, и дети, и подростки. Спасибо вам большое за такое мнение, за такое наблюдение. Ну, здорово, если так, вот, в Алекминске, да, так хорошо. Ну, здорово, слава богу. Ну, правда, раньше в советское время действительно очень много людей курило, да, и как-то было нормой, что человек идет и вот по дороге курит. В фильмах было больше пропаганды, не было вот этой заставочки, что там в фильме будет сейчас показано употребление алкоголя и табака, это вредит вашему здоровью. Как-то это было нормой. Сейчас, слава богу, больше людей выбирают свою жизнь без курения, без табака и без алкоголя. Но мне в это очень хочется верить, на самом деле. Вот, Артем, вы представитель молодого поколения, вот, среди ваших сверстников, вот, как вы считаете, больше тех, кто не курит? Давайте тоже не будем забывать раньше, как сигареты делали, из, ну, прям, настоящего табака. А сейчас, ну, лично мое мнение, что вообще там табака этого нету, и просто там уже всякие эконом-варианты, всякие масла и так далее. Ну, что это, ладно, в легкие, да, то, что мы чувствуем, а что в сосудах там происходит, это же тоже... Это очень такой вопрос. Ну, вот, наверное, если проводить такие профилактические, да, там, занятия информационные, когда детям рассказывают, что будет происходить с твоим организмом, вот, как бы внутрь заглядывать, если ты будешь курить, мне кажется, это будет тоже очень хорошим таким, вот, подспорьем в том, чтобы не начинать, не угубить свой организм. Профилактика, она заключается в том, чтобы приглашать на беседы таких людей, как Артём, которые своим примером, своим, своей жизнью показывают, как это, какая жизнь без табака интересная, какая она полноценная. Побед как много. Вообще, профессия очень сложная, да, и слава богу, что у нас такие пожарные, которые могут вот так вот держать себя в форме, да, и можно быть спокойным, что с дыханием всё в порядке, успеет на помощь. Вот, посмотри, мне вот эта фотография очень нравится, вот там, где, вот. Да, хорошая. И в вашем лице я хочу поблагодарить всех пожарных нашего города, потому что я вижу, что тот, этот, фо, да и бог всегда, что было, очень быстро реагируют и быстро приезжают, и это, конечно, очень важно. Артём, тебе больших успехов в спорте, в жизни и, конечно, в работе. Спасибо большое. Вам спасибо большое за сегодняшний эфир. Надеюсь, мы кому-то, наша беседа была полезна. Слушателям и зрителям желаю здоровья, отказа от курения и от алкоголя. И тем, кто курит хотя бы сегодня, избавьте нас от этого дыма, от никотина. И всем хорошего дня. Будьте здоровы. Занимайтесь спортом. Да, занимайтесь спортом. Продолжение следует...